На протяжении нескольких лет в этом здании был офис фонда «Старость в радость». Мы неоднократно говорили уже про эту организацию, которая помогала пожилым людям из домов престарелых и психоневрологических интернатов Алтайского края. В августе офис закрыли и говорят, что не будет больше ни сборов, ни поездок, ни акций. Ну, по крайней мере, в том формате, в котором было раньше. Для этих людей самый лучший подарок – внимание. К ним редко приезжают родные, а некоторых не навещают и вовсе. Подарить ощущение нужности, помочь, выслушать, поговорить, поздравить с праздником – все это на протяжении восьми лет делали сотрудники фонда «Старость в радость». Ну, вот, казалось бы, эта мелочь, ну, сколько они стоят? Ну, рублей 700. 600-700. У них остается с пенсии в среднем 2000. Для них это колоссальные деньги – купить новые штаны. География работы фонда большая. Руководитель со своей командой объездили почти весь край. Ежегодно они дарили радость нескольким тысячам подопечных. Несмотря на то, что работу фонда «Лёгкая» назвать трудно, сотрудники уверяют – оно того стоит. Пакет из спины достает, а там носки связаны. Мало того, что мне, мужу, всем троим детям, еще и девочке-волонтеру, которая с нами ходила, достались тоже носки. И вот, к сожалению, через два месяца баваре не стало, а носки есть до сих пор. Даже в период пандемии фонд продолжал радовать бабушек и дедушек доброй весточкой и подарками. Сейчас, по их словам, пришло время менять систему работы на волонтерство. Впрочем, помочь старикам может любой желающий, но уже напрямую связавшись с волонтерами-кураторами конкретных организаций. Причины закрытия фонда пока неизвестны. Для руководителя и всей команды это оказалось большим ударом. Какие-либо комментарии они пока давать не готовы. Но, возможно, уже в сентябре они все же расскажут о причинах своего ухода. Ну, а мы продолжим следить за развитием событий. София Ценко, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...